Привет, мои дорогие. Начинаю новый влог, так непривычно на самом деле. Давным давнее снимала обычный влог. Все потому, что я никак не могу смонтировать старые влоги до конца. Там с наших отпусков. В общем, самые сложные влоги и самые, конечно, краситые. Но, на удивление, меньше всего просмотров они собирают, те, которые с отпусков. Влог этот был от Миррер. Он у нас в Макате едет, и он по вот этой вот поверхности шумит. Сейчас хотели наших котов покормить. Помните еще наших котиков Мася и Бася? Вчера Мася была. Сегодня нет ее. Я ей вынесла корм опять. Мы вчера ее видели. Мася! Пс-пс-пс-пс. Ну нет, ладно, тогда на обратном пути покормим. Пойдем, зайка. На обратном пути тогда словим ее? Почему? Ну давай, едь, я буду снимать просто как ты едешь. Миррер и подружки разъехались. Ну и мои. Все цвететки. Короче, все в отпуске. Поэтому мы сегодня не во дворе сидим, а вот так вот идем в наш торговый центр. Осторожно. В общем, идем в наш торговый центр. На самом деле, просто прогуляться. Я хотела себе, может быть, там посмотреть босонашки. Себе. Да, те, я там одни видела. В общем, не знаю. Как на турецком говорят, карарсы с колдым. Не могу решить, нужны они мне или нет. Но, скорее всего, наверное, куплю их, потому что так дорого они стоят. Так на камере небо красиво вам передается. В жизни оно не такое голубое. Прям красота, смотрите. Кстати, чувствуется уже такое дыхание осенью, вечерами, когда солнышко заходит тут же. Прохладно. Смотри, какое небо красивое, Мира. Смотри, какое в камере небо красивое. В камере оба. Да, такое, как на самом деле. Такое, это. Голубое. Голубенькое. Мы тут с Мира зашли в Грати, с Баки смотрим, смотрите, какие блестки на шампу. Только черно-белом варианте есть красивое, необычное. Еще направо там с иголоков. Любят на этом мостике прокатиться. Пальмочки наши. Сегодня что у нас за день недели? Суббота. Я? Да, тебя снимаю. Тебя, тебя. Катайся, как ты будешь скатываться, хочу снимать. Убирайтесь, деньги потратили. Сейчас где-нибудь еще придем. Потратим. О, молодец. Молодец. Все, пойдем. Смотрите, что необычного вы заметили в этой витрине. Продается котик. Продаешься? Продаешься? Зашли в Дайчмон. Это Дайчмон, да. Выбралась я босоножки вот такие. Они на танкетке, но не очень удобные, потому что подъем не очень высокие и не очень легкие. Решила взять их, наверное, они со скидкой сейчас 50%. Сейчас я вам подближе покажу. В общем, вот такие. У меня нет такой обуви вообще никакой, потому что у меня все без платформы, вот такое на низком паду. А это, как бы, можно на вечер куда-то одеть. Окей, они лучше. Вот они стоят. Видите, 50% скидки 450 лир. Еще есть такие серебряные, но у меня как-то серебряные не лучше. В сочетании с такой брезово-подослой. Еще были черные, но именно такой модели уже черных нет. Присели, купили пончики Криспи Крем. Вот такие два взяли. Я себе взяла там фильтр кофе. Всегда беру у них акция сейчас фильтр кофе и два обычных пончика без глазури вот такой. Но сейчас их нету, пришлось, короче, брать отдельно. Такую большую мне кофе сделали. Пока я сижу, решила с вами поболтать. Вообще, знаете, уже в следующем месяце школа начинается. Я думаю, мамочки школьников очень рады. Ты рады, что школа начнет? Нет, я не рада. Я тоже, с одной стороны, как бы, ну, вроде как надо, да. А с другой стороны, я хочу, чтобы лето продолжалось. Не хочу, чтобы оно заканчивалось. И школа, это, конечно, дополнительный стресс. Будешь? Вот, снять ее. Слушай. Я, кстати, сняла свою косичку, у меня есть была здесь косичка. Расплела ее. В мире тоже была расплела. Вот эта розовенькая прядь у меня осталась. Это не мои волосы покрашены, это, не знаю, называется, типса. На корнях она крепится, мне нравится, знаете, я не забыка все. И отцеплять. Единственное, у меня сейчас надо будет уже волосы красить. Я не знаю, как с ней быть. Надо будет ее, может, донкой обернуть пищевой. Чтобы она не покрасилась, короче. Не очень это удобно, не знаю. Вот. Ну, а так, в принципе, новостей никаких больше нет. Чувствуется осень, как я уже сказала. Когда солнышко уходит. Днем-то жарко, но когда солнышко уходит, то так уже свяжу становится. Конечно, не холодно еще. Но свяжу. Что, домой пойдем? Иди со мной поснимайся, хочешь? У меня стесняется. Отпуска у нас на этот год закончились. Потому что у мужа закончился отпуск. Вот. А мы... Ну, у меня-то отпуск есть. Ну, уже все. Поэтому мы уже никуда не будем ехать, наверное, в этом году. Ну, может, разве что мы выходные. Да, и школа начинается, это уже будет сложно. Напишите, как вы провели лето. Куда ездили, что видели, где были. Мы уже дома. Я сейчас пью минералку. Кстати, раньше вообще не пила минеральную воду. Мне не нравилось. Вообще, что? Просто вода вот с бульбашками, да, и с этими пузырьками. Меня это вообще напрягало. Ну, видимо, старею. И теперь я люблю пить вот эту вот минералку. Либо просто же Турция так на меня влияет, потому что... Не знаю, мне кажется, что все турки очень любят ее. Такая минералочка. Так, покажу вам, что купила такие лаки. Это лаком вымазала. Хочу ногти накрасить. В общем, показывала вам вот эти вот такие. Не знаю, блестки, не блестки. Потом вот такой лак купила. Я надеюсь, что он не будет таким полупрозрачным. Я вот думала, как раз вот именно их совместить. Не знаю. Потом купила еще вот такой укрепитель. Это Биоулис. Это их фирма. Кстати, хорошая фирма. Лаки мне вообще не нравятся. Еще у них есть такой... Как это назвать-то? Сушка, да, для лака. Очень классная штука. Но у меня она еще есть. Новую не покупала. Потом еще вот этой фирмы взяла. Это не совсем блестки. Это лак прям с таким глиттером сразу. И вот такой черный еще взяла. Тоже мне понравился. И еще взяла мой любимый скраб. Скраб. Это тоже марка Гратис Аби Бьюти. Называется Slime Body Scrub. Он не слайм. Просто там много-много соли и масла какое-то добавлено. И это бомба, девочка. Он так пахнет. Правда, у меня был с яблоком. Где-то тут написано. Должно быть с чем. А, вот. Passion Fruit и Pineapple. Что-то там. Короче, ананас и Passion Fruit. Не знаю, как это на русском сказать. Не знаю, не нюхала. В общем, но тот яблоко у меня закончился. Я редко заканчиваю продукты до конца. Но тот был прям очень крутой. И я вот купила еще себе такой. Мало того, что он красивый. Да, вот даже кому-то подарить. Что-то вообще бомба-ракета. Так он еще и классный реально. Видите, написано gratis. То есть, только в gratis. И вы сможете его найти. Стоил он. Сейчас скидка. Ну, на него постоянно скидка. Короче, 100 лир он стоил. Мне кажется, что это вообще ничего для такого скраба. И вот такую вот еще колонию взяла. Второй раз беру именно этот запах. Короче, это парфюмированная колония. Ну, колония, кто не знает, это турецкий такой дезинфектор. Ну, это, в общем, просто спирт, разбавленный с водой. То есть, это не какой-то там дезинфектор, который вам будет руки разъедать. Просто вот спирт, можно сказать. 80 градусов, видите, здесь с алкоголем спрей написано. И у меня вот тоже эта марка. Градисовская. Кашемир. Какой он вкусный. Я вам советую. Он тоже стоит там недорого. Что-то 20 лир или 26 лир. Очень вкусно пахнет. Прям вот летом я им пользовалась. Очень классно, знаете, даже на тело побрызгать. Вот так освежиться, да, можно сказать. Он такой классный. Там есть другие запахи, но я именно вот на этот потела. Кашемир очень вкусно пахнет. Еще взяла в Унури. Это наш местный маркет. Почитать наклеечками для ногтей. Еще тоже, может, какие-то наклеи, я не знаю. Почитать. Короче, у них сейчас скидки. Вот видите, все по 20 лир. Сейчас я, если что-то интересненькое здесь найду, то я вам покажу. Если нет, то нет. Вот такой вот маникюрчик получился. Мне нравится вообще. Так, конечно, необычно броско, да, но я что-то типа того и хотела. Единственное, я бы хотела, чтобы вот эти блестки сверху были не черно-белые, наверное, какие-то, может, красно-розовые, ну, какие-то такие не сильно контрастные, но так тоже ничего, мне, в принципе, нравится, так похожу. Обещала вам показать журнальчики, ну, честно, ничего интересного. Вот кому интересно. Детское питание. Это турецкая местная марка Babyluck. Вот это все по 20 лир, это типа скидка. Килограмм муки 20 лир, 500 грамм йогурта 20 лир. Так, ну, это что? Это меньше доллара, наверное, сколько? Один доллар, это 30 лир, значит, 20 лир, это сколько? Это где-то 70 центов, да, так. Будем говорить, макароны 500 грамм. Потом липтон напиток, что-то еще такого. Котекс по 20 лир. Ну, а здесь уже просто они написали, что по скидкам. Так, увеличила вам. В общем, ну, как бы ничего здесь такого, у меня лично глаз ни за что не зацепился. Ну, вот Айран, допустим, турецкий, кто любит 2 литра, 50 лир, такие цены. Сюташ, это хорошая марка, кстати. Что это? Тостерный сыр. Сколько получается? 130 лир без скидки, 115 лир со скидкой. Ну, ничего такого, как бы, интересненького больше я не вижу. Рис, 2 килограмма, 130 лир. Масло подсолнечное, 235 лир. Вот так вот. И что это? Это оливковое, 285 лир. Такие вот цены. Что еще здесь интересненького? Больше всего меня поражает цена на туалетную бумагу, 235 лир. Представляете, сколько тут у нас рулонов? 40 рулонов, 235 лир. Ну, конечно, цены на туалетную бумагу хоть листочками подтирайся, я вам говорю. Чай, турецкий чай. Здесь вот так продают килограммами. Тот, который на, ну, рассыпной, да. 120 лир за килограмм чая. Сахар 180 лир за 5 килограмм. Что тут еще у нас? Ну, как бы, ничего больше. Такого интересного нет. Тут какая-то выпечка, я не знаю, наверное, которую они в магазин делают, но я там никогда не покупаю. Ну, вот такие вот приблизительно цены. Напишите, как вам турецкие цены. Хочу вам показать, что купили в Вайкике. Сейчас я в такой пижамке. Кстати, пижамка это тоже с Вайкики. Такие же шорты еще тоже. Но это я покупала онлайн. В общем, не сейчас. Не знаю. Ну, недавно, но, может быть, еще найдете в интернете. Не уверена, что они прям еще есть. Я купила себе вазу наконец-то. Я ее схватила, потому что она была по скидке 150 лир. Вообще недорого. Смотрите, какая красивая такая необычная. У меня есть ваза, но она самая простецкая. Я же две обычных таких белых, прозрачных даже. Но всегда хотелось что-то такого. Хотя у меня цветы бывают живые крайне редко, если честно. Так, уже вопросы, да, почему. Ну, не любитель дарить цветы. Но, в общем, если вдруг что-то я готова. Такая она симметричная. Мне кажется, красивая масочка. На картинке она чуть потемнее смотрится. Может, его вот так. Еще придумать, куда бы ее мне засунуть. Особо места нет. У меня везде все рассовано. Потом купила вот такой вот диффузор. Он тоже был с по скидкой. По скидке 180 лир. Это что за запах у нас? Itch Dream. Это что? Персик. Я что-то нюхала. Такие там были очень тесторы. Это уже вайкики. У них много, кстати, классных запахов. Диффузор. Ну, как он пахнет уже прямо отсюда. Так приятно. Такой летний аромат. Наверное, поэтому он скидка. Потому что он в палочке. Потому что он такой прям конкретно летний. Так, главное, чтобы не разлилось. Баночка здесь вот такая. Ну, скорее всего, я перелью, наверное. У меня есть красивый диффузор. Я вам как-то показывала. Я купила именно такой с кристалликами. Перелью, наверное, туда. Пахнет прям очень вкусно. Я как-то даже не ожидала. Там был манго еще. Но я почему-то выбрала персик. Хотя манго я обычно больше люблю. Потом Миря еще выкрасила себе кое-что. В общем, такую чашку. Тут прикол этой чашки. 180 лир. Вот тоже чашка. Кстати, вот сиваки хихом. Это все сиваки хихом. Я не знаю, есть ли он где-то еще, кроме Турции. Но там такие классные иногда вещи. И постельные были очень качественные, кстати. И вот эти всякие посуды, диффузоры. Вот вазу я купила. Там вообще все такое прикольное. Написано Bench Shock. Видите, на чашке? И кошка такая. Что означает? Я в шоке. Кошка в шоке. Там были разные надписи. Ну, в турецком стиле таком. Знаете? Ну, она вот такое выбрала. И еще вот ее сейчас, короче говоря, как сказать, переросла она, в общем, все. И эти единорожки, лолби-бейки. И вот эти все, в общем, персонажи. И сейчас у них у всех, у девочек ее возраста, стич. Стич, стич, стич. Футболки со стичем, свитра со стичем. Короче, все со стичем. Увидела эту бутылку. Все сказала, мне нужна эта бутылка. Это они в школу берут. Вот такие вот бутылки под воду. 250 лир она стоит. Ну, тоже нифига себе, да? За пластиковую бутылку 200 лир. Вот открываете. Закрываете. В общем, такая бутылка. И, в принципе, все. Пакет пуст. Там уже компьютерный мир анализует. Вот такие вот покупочки. Кто соскучился за нашим пончуликом? Это она так услышала, что я холодильник открываю? Да? Вы что, ты такой слисер, а с тобой холодильник открываешь? Ты моя лапочка. Ты моя лапочка. Я помидорчик ела. Все заелась. Ты моя лапочка. Она так любит, когда чешет шейку. Как котик у нас. Как котик. Моя косичка. Моя любимая. Куда ты? Иди, Катя. Иди, Катя. Так ты, да? Вот так ты. Молодец, что ты, да? Это у нее был буряк. И остался кусочек там в запилках. Буряк красный она любит. Что ты там заорилась? Иди, мама тебя покажет. Ну, Нолька. Все, не хочет. Не хочет сниматься, да, пончик? Ну, снимать или не будешь, пончулькин.